Друзья, всем привет! Начнем с Курского направления. Сообщается о разгроме колонны противника на направлении Краснооктябрьская и Комаровки. За поселки Подкоренево долго шли ожесточенные бои. Операторы ударных дронов ВДВ и 14-го армейского корпуса в составе российской группы «Север» нейтрализовали большое количество техники противника. В целом, по итогу второго дня можно сказать, что российское наступление на западном фасе Курской дуги 2.0 «Север» проходит успешно, передает политолог Юрий Подоляко. Да, темп его гораздо меньше, чем в день первый, но тогда во многом сработал фактор внезапности, который вызвал у противника панику. Вчера такого уже не наблюдалось, а появилось в действиях высосмысленность и даже упорство. И несмотря на это, армия России продолжает идти вперед и добиваться результата. На главном участке прорыва от Коренева до Бяхова российские части сумели зайти и закрепиться в обуховке. Одновременно с ними части 51-го полка ВДВ, встретив упорное сопротивление противника в западной оконечности села Снагость, к вечеру сумели эти позиции обойти с севера. И вместе с морпехами фактически взяли упорно оборонявшиеся здесь части противника в охват. А позже организованное сопротивление ВСУ в западной части Снагости было подавлено. Таким образом, к исходу вторых суток мы создали предпосылки для удара на Любимовку. Важнейший опорный пункт обороны противника на данном участке. И с учетом вчерашних боев можно предположить, что драка за него будет жесткая. Противнику отступать дальше некуда. Буквально сразу за Любимовкой хутор «Зеленый шлях», занятие которого приводит всю группу ВСУ с севернее состояние оперативного окружения. Одновременно с этим на втором горячем участке фронта на Курска с мусской границей южнее Глушкова вчера противник показал намерение ударить нашим наступающим частям в тыл. Причем на протяжении дня обе стороны сходу вводили здесь в бой дополнительные резервы. Если вчера все сводилось к сражению наших частей, прикрытия границы и роты украинской терробороны с ББМ, то немного позже противникам здесь были введены в бой танки и мотопехота. А у ВСРФ появились десантники 56-го полка десантов. А у ВСРФ появились десантники 56-го полка, которые после зачистки Апанасевки и Вишневки находились в резервы командования. И очень похоже, что и сегодня накал боев здесь будет только нарастать. Для противника наращивание группы южнее Глушкова с логистической точки зрения оптимальное. А нам с учетом зависимости от понтонных переправ на реке Сейм, которые к тому же регулярно противникам выносятся, это сопряжено с проблемами. Именно поэтому контрудар ВСУ именно со стороны Сумской области на Глушкова просто напрашивается. На других участках фронта в целом по сравнению с главным направлением относительной затишья. Пока российские попытки нанесения ударов южнее Суджи к значимым подвижкам не привели. И это тоже играет на пользу ВСУ, так как их командование может маневрировать резервами внутри Курского плацдарма. Что с учетом использования внутренних операционных линий противнику делать нам порядок проще, чем нам. А потому я ожидаю дальнейшего выселения упорства ВСУ в обороне. И одновременно все возрастающую их активность южнее Глушкова. Поэтому, несмотря на наши предыдущие победы, явную инициативу этот день будет трудным. Но он одновременно может стать и решающим, передает политолог. Селидово-Кураховское направление. Отход ВСУ за реку Волчью. Судя по действиям противника, ввиду явной нехватки резервов, он просто вынужден действовать так, как раньше никогда не действовал. Несколько раньше он, для создания хоть каких-то боеспособных резервов, способных сдерживать российское наступление на линию Селидова-Горняк, без боя сдал так называемый Нивельский карман. Сейчас то же самое происходит чуть южнее, западнее Красногоровки, где попав в очень некрасивый охват, он вынужден выводить свои части из-под удара, а еще укорачивать линию фронта. Опять же создавая тактические резервы для нейтрализации наших прорывов. Все это лишний раз указывает на истощение резервов противника. Опять скажем большой привет Урской авантюре, что пока самым негативным для него образом сказывается на линии фронта. Между тем уже скоро ему придется принимать политическое решение, либо его примут сами солдаты, сбежав с позиций в районе Горняка, а затем из Селидова. Но пока не будем забегать наперед, просто делаем выводы, с резервами у противника плохо, и это даст в СРФ такие шансы, которых раньше не было. Покровск уничтожение Димитровского моста. Он был уничтожен точным ударом, после которого мост просто сложился. Причем в СРФ давно по нему били. В чем стратегический смысл этого? На самом деле именно этот мост был важнейшей логистической магистралью, связывающей Мирноградскую группу ВСУ и Покровск. Но это не так важно, с учетом того, что обходной путь для военной техники создать нетрудно. Уничтожение этого моста усложняет ЖД-логистику между Харьковским и Южно-Донбасским направлениями, потому что перерезает одну из веток ЖД-сообщения противника на север. На Донецком фронте идут интенсивные бои вокруг Углидара, но после первого рывка ВСРФ линия фронта практически не меняется. Противник привлек резервы, которыми пытаются стабилизировать фронт хотя бы на этом участке. Упорные бои идут в Золотой Ниве и окрестностях Пречистовки. К востоку от Углидара ожесточенные бои в районе Шахт Южно-Донбасской номер 1 и номер 3. В районе Красногоровки, по неподтвержденным данным, выезды отходят к силу Острая, чтобы избежать кармана между Красногоровкой и Максимилиановкой. На этом участке российские военные зачищают, согласно сообщениям, смес до 20 квадратных километров в сутки. Торецкая агломерация сегодня без значительных новостей. Российские штурмовики закрепляются в Торецке с восточной стороны. Идут бои в районе Нелеповки и Дружбы. На Часовоярском участке фронта упорные бои также. СМЕС сообщают о небольших тактических успехах в районе Клещевки. Пока бои носят позиционный характер. По противнику и его укреплениям работают артиллерия и дроны. В районе Северского выступа особого движения нет. Российская артиллерия систематично разбирает позиции противника и сдвигается в сторону Северска. Бои в переездном пока без изменений. Запад сломал Вучича. Косово можно забыть и разменять на Крым. Президент Сербии Александр Вучич публично отказался от приглашения президента России Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани. На фоне медленного разворота политики Сербии в сторону Запада, это похоже на демонстрацию окончательного выбора нынешнего сербского руководства. Вместо вечной дружбы с Россией принять настойчивое предложение Запада. Что ж, в таком случае нам остается только использовать положение в своих интересах. Публичный ответ на публичное приглашение. Такого, пожалуй, еще не было в официальных отношениях между Сербией и Россией. Народы, которых вне зависимости от политической конъюнктуры и смены исторических эпох считают друг друга братьями навек. Президент Сербии Александр Вучич, будучи спрошен, примет ли он публичное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября этого года, ответил, что у него много других важных обязательств. Вучич нарочито шутливым тоном сообщил, что у него на это время запланировано 16 встреч с главами других государств и правительств на полях Генассамблеи ООН. Буквально за день до этого Владимир Путин на встрече на полях Восточного экономического форума во Владивостоке с вице-премьером Сербии Александром Вулиным публично сообщил, что приглашает президента Сербии Александра Вучича на саммит БРИКС в Казань и выразил надежду, что Вучич примет это приглашение. День спустя Александр Вучич ответил в стиле «спасибо, нет». Ответ Вучича на приглашение Путина, как не пытался президент Сербии отшутиться, был похож, пардон, на кукиш. Гости Вучича В сербских СМИ произошла буря. Слова Вучича были восприняты как его официальный и демонстративный поворот лицом к Западу и спиной к России. Сербское издание «Новая РС» назвало слова Вучича дерзкой выходкой в отношении Путина, но эта выходка была предопределена. Для начала надо вспомнить, что пару недель назад в Сербию приезжал директор ЦРУ Уильям Бёрнс, и итоги его встречи с Вучичем не были сообщены в СМИ. Но и без этого ясно, что директор ЦРУ отговаривал Вучича от поездки в Казань на саммит Брикс и вообще отношения с Россией. Ведь визит в Казань означал бы для Вучича необходимость сказать, что Сербия как-то положительно относится к Брикс, даже планирует вступить в Брикс. А это в планы США и Евросоюза не входит, но отсутствие Вучича на саммите в Казани избавляет его от таких неудобных для США и Европы высказываний и планов. За Бёрнсом в Белград последовал другой визитер. В конце августа визит в Сербию президента Франции Макрона, как пишет упомянутое издание «Нова» продемонстрировал политику двух стульев президента Вучича. Всем известно, что Сербия поставляет опосредованно на Украину свое оснащение, и сербский лидер избегает об этом говорить публично. В июне этого года Financial Times писала, что по ее оценкам Сербия косвенно через другие страны. С начала украинского кризиса экспортировала в эту страну боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро. Однако в ходе визита Макрон публично похвалил Александра Вучича за поставки сербского оружия киевскому режиму и засветил сотрудничество Вучича с Европой в деле вооружения Украины. Сербия не входит в Европейский Союз, она суверенна и сама принимает свои решения по поводу санкций в отношении России. И это очень хорошо. Но я также замечу, что президент Сербии принял очень смелые решения, связанные с взаимодействием с европейцами, с гуманитарными вопросами, с боеприпасами, с кризисом на Украине, с обороной, сказал Макрон. Апогеем привязанности официального Белграда к Западу можно считать состоявшееся в ходе визита Макрона подписание с Францией договора о приобретении Сербии 12 новых истребителей «Рафаль» за фантастические 2,7 миллиарда евро. Почему не у России Белград купил самолеты, которые стоили бы намного дешевле? Оказывается, сейчас невозможно приобрести военные самолеты в России, оправдывался президент Сербии Вучич. Сербская пресса пишет, что Сербия никогда не была так близко к Западу, как сейчас. Поэтому отказ от предложения Путина может быть не таким уж неожиданным, подчеркивает Нова. Конец или не конец. Сербские эксперты теряются в догадках, является ли отказ Вучича ехать на саммит Брикс концом братских отношений двух президентов. Бывший дипломат и посол Сербии в Беларуси Сречко Джукич считает, что Вучич заранее попытался избежать своего присутствия в Казани, поскольку постоянно заявляет, что Сербия стремится стать членом ЕС. Его присутствие на этой встрече было бы действительно большим шагом вперед для России и Востока. Это было бы отрицанием того, что Вучич делал до сих пор на Западе. Вучич по-прежнему находится в порочном круге, и его визит в Казань станет огромной провокацией для Америки и Европейского Союза. Потому что это то, чего ни одна страна, кандидат в ЕС, не делала и не сделала бы, сказал Джукич. Сейчас, когда в СМИ Сербии поднялась волна по поводу отказа Вучича ехать на саммит Брикс, он пояснил, что его, мол, не так поняли, и что решение, ехать ли на саммит Брикс, он еще не принял, но примет ближе к 15 октября. Москве терпеть или... Но и это тоже оскорбительно для России. На публичное приглашение Путина никто не отвечает фразой «я подумаю». Тем более речь идет о президенте Сербии Вучиче, который традиционно ездит в Москву за поддержкой к Путину в преддверии электоральной активности в Сербии. Для сербов привязанность их лидеров к России является маячком «свой-чужой». Но, похоже, в эти дни для официальных Москвы и Белграда случился момент истины. Александр Вучич не изменит своего европейского выбора, как он сам говорит от своего имени, но за всю Сербию. При этом, в лучшем случае, лишь половина сербов, согласно статистике, высказываются за членство Сербии в ЕС, не совсем отдавая себе отчет в том, что ЕС и НАТО – это единый взаимосвязанный каркас коллективного Запада. Что касается членства страны именно в НАТО, то абсолютное большинство сербов не принимают такую перспективу. Пора и на страницах русской печати прямо сказать, что сербская прорусская оппозиция уже давно называет Вучича предателем и Сербии, и России. С Россией относительно понятно, а вот в Сербии сложнее. Вучич не раз высказывался за нормализацию отношений Сербии с властями Косова и под эгидой ЕС провел ряд весьма характерных встреч с косовскими лидерами, результатом которых стали договоренности, в которых Белград обтекаемо, но недвусмысленно, признает суверенитет Косова. Именно за это его считают на родине предателем. А что же делать России? Некоторые сербские эксперты полагают, что Путин не должен был приглашать Вучича в Казань и не ставить Вучича публично перед сложнейшим выбором. Но с другой стороны, этот выбор когда-то надо сделать. Нельзя вечно сидеть на двух стульях, оправдывая это желанием сохранить стабильность в стране. Например, находящиеся под боком США Куба, Никарагуа и Венесуэла давно и однозначно сделали свой выбор, не опасаясь угроз гегемона. А у них ситуация значительно более опасная, чем у Сербии. Как понимать, Вучич сделал свой выбор? Если Сербия не с Россией, то с кем Сербия? Может быть, России самое время разменять Косово на Крым и на Украину в целом? Вучич сам дал Путину такую возможность. Зачем тогда Путину защищать Косово, если Вучич сам говорит, что Сербия стоит на европейском пути? ЕС признает Косово независимым. Значит, и Вучич тоже за независимость Косово. Что ж тут не ясного? Президент Путин не может быть большим сервом, чем сам Вучич. При этом надо знать, что Вучич не раз давал понять, мол, это Россия сдала Косово и не защищает этот край, а не Сербия. В таких условиях России в ходе вероятных переговоров с Западом по Украине на самом деле легче променять Косово на Крым и все остальное, что мы будем контролировать к моменту таких переговоров. В этих условиях Косово становится активом России в переговорах. Ответ Вулина. Кстати, из Еврокомиссии прилетели жесткие претензии к вице-премьеру Сербии Александру Вулину за его встречу с Путиным во Владивостоке. И он ответил не менее жестко. Особо попрошу пресс-секретаря ЕС не употреблять термины агрессия, международное право или устав ООН. После 1999 года и агрессии НАТО против Сербии, после нарушения резолюции 1244 совбеза ООН и признания так называемого Косово, вы потеряли право говорить о морали или международном праве, цитирует Вулина его пресс-служба. Вице-премьер Сербии продолжил. Я горжусь тем, что у меня была возможность познакомиться с президентом Владимиром Путиным и радуюсь каждой возможности встретить друга Сербии, лидера с такой мудростью и цельностью. Свободно позовите меня в Брюссель, и я приеду. Но правда, которую вам скажу, возможно, вам не понравится, хотя и будет целебной. Не совсем понятно, в каких властных кабинетах в Белграде прячется истинное отношение сербских властей к России. При этом надо особо подчеркнуть, что политику официального Белграда нельзя экстраполировать, как на истинно братские отношения сербов к русским, которые основаны на единстве веры и общей истории. Нам было бы очень полезно, чтобы президент Вучич прояснил этот вопрос именно во время своего визита на саммит Брикс. Пора определяться, брат. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми. Всем нам мира и добра.